Возрождение былых традиций. В Жидикаринском районе состоялся 10-й областной фестиваль по национальным играм. Мероприятие проводится ежегодно в рамках национального проекта «Ултых Рухани Жангыру». Фестиваль проходил по шести видам спорта – Асахату, Тухускмала, Казакуреса, Колкуреса, Архан Тарту и Койкутиру. Приняло участие 16 районов. Общее количество участников составило более 500 человек. Подробнее расскажет Владислав Ивашенко. У казахского народа есть много различных национальных игр, носящих чаще всего состязательный характер. Есть испытания на силу, на выносливость, на смекалку, на меткость и на абустрату реакции. Сегодня в стране немало тех, кто пропагандирует национальные виды спорта. А проведение подобных соревнований всегда большой праздник. 20 регионов здесь участвуют, только команды из Кустанайской области. Более 600 человек. Наша команда представлена по моему составу. Я думаю, сильнейшая команда сегодня у нас будет по Архан Тарту, Холгрес, потому что эти виды новые для нас. Первый и второй этапы обязательно проводятся в регионах. То есть у нас первый и второй этап проходил в этом году. А финальная часть всегда проходит после областной спартакиады. То есть завершился областной спартакиады. Через год эти соревнования обязательно состоятся в этом же регионе. Фестиваль национальных видов спорта проходит в Читакара-Арена. Схватки по Казакшо-Курес совершенно заслуженно привлекли большое внимание зрителей. Среди претендентов на первые места в разных весовых категориях, как новички, так и уже именитые борцы. Общий призовой фонд соревнований составил более 700 тысяч тенге. В целом развитию спорта уделяется большое внимание. В Житогоринском районе ежегодно строятся спортивные площадки. Если взять за последние три года, то по четыре площадки спортивные мы строим. Здесь же мы привлекаем и Кусанайские минералы, наши городообразующие предприятия, Комаровское горное предприятие. В текущем году, к примеру, две спортивные площадки, два мини-футбольных поля на двух школах. Одно было построено в рамках меморандума с Комаровским горным предприятием, другое с АО Кусанайские минералы. Также строятся спортивные площадки за счет средств местного бюджета. Две спортивные мини-футбольного поля было построено за счет средств местного бюджета. Две детско-игровые спортивные с элементами воркаута за счет средств местного бюджета. И ежегодно в Житогоринском районе строится по 10 игровых детских площадок. Мария Страх приехала побороться за первое место из Сырикольского района. Девушка говорит, что на спартакиаду постоянно приезжает много участников. Уровень спортсменов с каждым годом только растет. Сама участница уже много раз становилась призером как областных, так и республиканских соревнований. Играю АСЫК уже со школьного возраста, где-то с класса восьмого. Выезжали сначала на районы соревнований, затем на областные и уже в дальнейшем на республиканские соревнования. Я являюсь мастером спорта по БЕСНОСЫК и призовые места на республиканских областных соревнованиях. Но сейчас очень хорошо развивается национальный вид спорта. То есть я считаю, что это нужно популяризировать среди молодежи. Победители по всем видам фестиваля награждены сертификатами на сумму 10 тысяч тенге. Чемпионы-призеры в абсолютной весовой категории Туиэ Пулуан. Казак Кюресе награждены денежными призами на сумму 200 тысяч тенге. 100 тысяч тенге и два сертификата по 25 тысяч тенге. 24 сентября завершились встречи по Тухуску-Малак. По итогам 10-го областного фестиваля по национальным видам спорта победителями стала команда города Кустанай. Второе место заняла команда города Рудного. И бронзовыми призерами стала команда Денисовского района. Также победителю в соревновании по Хойко-Тюру был вручен баран, который был предоставлен крестьянским хозяйством Агатаев. Владислав Уваченко, Валентин Панфюров, Руслан Жабаев, телеканал Кустанай, Жидогоринского района.